Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. С несанкционированными свалками в городе будут бороться сообща. К решению проблемы подключается полиция, ГИБДД, природоохранная прокуратура. Вместе с профильными департаментами они будут выявлять и наказывать тех, кто незаконно сбрасывает мусор на территории частного сектора или в природоохранной зоне. Подробности в нашем следующем сюжете. Количество свалок на территории Самары за последние пару лет сократилось в два раза. С 2014 года их ликвидировали более 170. Но до конца проблема еще не решена. В разных районах города по-прежнему продолжается самовольный сброс отходов. Причем 90% составляет строительный мусор. Под особым контролем частный сектор. В местах, где чаще всего образовывались несанкционированные свалки, установили видеокамеры, а также посты охраны. Но и этих мер в борьбе с нарушителями недостаточно. Одну свалку вывозят, и на том же месте появляется новая. Конкретные решения, которые помогут искоренить проблему, были выработаны на совещании в городской администрации. Штрафовать нарушителей мало, считают представители полиции. Предлагаю провести совместное мероприятие с Департаментом благоустройства и экологии городского округа Самара по документированным правонарушениям по статье 8.2 с целью последующего принятия мер обеспечения характера к изъятию из использования правонарушения транспортного средства как орудия совершения административного правонарушения. В прошлом году сотрудники Департамента благоустройства провели более 700 рейдов. Сумма наложенных штрафов составила всего 101 тысячу рублей. По мнению главы администрации Самары Олега Фурсова, это крайне низкий показатель. Кроме того, большинство правонарушителей – люди, приезжающие в Самару на заработки. Призывы к совести зачастую на них не действуют. Земля должна гореть под ногами этих людей. Раз они не понимают культуры города, значит, нечего им здесь делать. Потом за счет бюджета, который формируют за счет налогов горожан, значит, мы это все вывозим. Нас прокуратура за это наказывает. Вот, вместо того, чтобы эти 12 миллионов рублей направить на ремонт какого-то участка дороги на Ракитовском шоссе, мы вынуждены, значит, фактически обеспечивать благосостояние этим людям. Решать проблемы несанкционированных свалок будут сообща. ГИБДД, природоохранная прокуратура, общественные организации, Министерство лесного хозяйства. Присоединиться к ним могут и активисты ночного патруля. До 50% собранных штрафов в результате их работы могут быть направлены на финансирование гарантовой деятельности и общественных проектов. Свои предложения по взаимодействию с городской администрацией в решении проблемы несанкционированных свалок специалисты всех структур и ведомств подготовят в течение 10 дней. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, События. В Самаре стартовал проект на связи с губернатором. Он действует в регионе уже третий год и стал эффективным инструментом взаимодействия жителей и власти, реально работающим способом обратной связи. В центре внимания самые разные вопросы – и благоустройство, и ремонт дорог, и здравоохранение, и коммунальная сфера. Теперь жители смогут непосредственно влиять на управление своими микрорайонами с помощью общественных советов, созданных в Самаре. Власти народа работают вместе. Одна из первых встреч в рамках проекта в этом году прошла в микрорайоне номер один, расположенном по соседству с железнодорожным вокзалом Самары. Улица Неверова, 25, в поселке имени Шмидта. Совсем скоро на этом пустыре появится столь необходимый жителям медицинский пункт. Здесь будет постоянно принимать врач общей практики, а также приезжать узкие специалисты. Вопрос о медпункте жители подняли на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. Тут очень много у нас пожилых и детей. Нам было желательно, как насчет пункта какого-то медицинского и аптеки. Оказалось, вопрос уже решен. Через неделю начнется возведение медпункта. К сентябрю он примет первых пациентов. Мы вместе с главой района, Елена Владимировна, заехали на площадку, где вот долгожданный, я надеюсь, у нас медицинский наконец-то пункт разместится. Были представители Министерства здравоохранения. И уже сегодня произошла с предприятия отгрузка самого модуля. Сейчас начнутся работы. Первую встречу с жителями по проекту на связи с губернатором в этом году в микрорайоне номер один в Самаре посвятили благоустройству. Общественные советы микрорайонов, созданные в апреле этого года, стали своеобразными проводниками между жителями и властью. Главная идея вот этого общественного совета – это максимально приблизить власть и население, решать конкретные проблемы на конкретной территории, доносить для людей необходимую информацию, вести разъяснительную работу. Жители уверяют, внимание власти к их проблемам заметно. Так в поселке Шмидта решился транспортный вопрос. Мы очень благодарны, что нам пустили 13 маршрут. Теперь мы все основные точки пенсионеры посещаем. Это у нас и больницы, и рынок, и для мамочек с колясками. Этим летом в микрорайоне построят две детские площадки. Горожанам поручено выбрать места, где их установят. Еще один актуальный вопрос – ремонт дорог. В этом году на Самарской дороге запланировано порядка 7 миллиардов рублей. Причем отремонтируют не только центральные улицы, но и дороги местного значения. В том числе улицы Неверова, Речная, Мяге. Вопросами благоустройства на встрече ограничиваться не стали. Обсудили и проблему с противопожарной безопасностью в поселке Шмидта. Вопрос строительства новой пожарной части на контроле. Возможно, она начнется в следующем году. В случае, не дай бог, возникновения пожара, тем, кто придет на помощь, в первую очередь, у нас есть. Я со своей стороны тогда вместе с вашим депутатом городской думы беру в проработку вопрос контроля за тем, чтобы строительство новой пожарной части было включено в бюджет. Такие встречи станут регулярными. Ни одно предложение жителей не останется без внимания. Все обращения возьмут в проработку профильные ведомства. Контролировать выполнение поручений жителей будут общественные советы микрорайонов. Мариана Мирная, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Более 10 тысяч жилых домов и почти 700 объектов социальной сферы нужно подготовить к предстоящему отопительному сезону этим летом. А также переложить более 48 километров теплосетей. Прошедший отопительный сезон выявил слабые места в системе подготовки. Проблемы и пути их решения обсудили городские власти. Подробнее в нашем сюжете. Готовить сани к зиме в Самаре начали еще весной. Подготовка к предстоящему отопительному сезону стартовала сразу после завершения предыдущего. Его итоги подвели на совещание в городском департаменте ЖКХ при главе администрации Самары. В целом работу всех служб оценили удовлетворительно. Однако в отрасли остается еще много проблем. Почти 2500 отключений тепла за сезон. Специалисты связывают это с тем, что отменились повторные гидравлические испытания осенью. 9 из 24 объектов теплоснабжения не были сданы вовремя. Свою роль сыграла и недостаточная подготовка персонала. Когда выходим в случае аварийной ситуации, выходим на место, значит тот же слесарь, значит тот же мастер не может справиться с поставленной задачей. Решить кадровый вопрос можно, только нужно создать благоприятные условия для работы. Это и человечные отношения, и дополнительное обучение, и достойная зарплата, отметил глава администрации Олег Фурсов. Однако, как показывает практика, руководители многих управляющих компаний не готовы повышать зарплату своим сотрудникам. Дворники, к примеру, получают около 5,5 тысяч рублей в месяц. За такие деньги работать мало кто хочет. А потому, как считает первый вице-мэр Владимир Василенко, люди на этих ставках есть только на бумаге. Где 15 есть или 12 тысяч, там есть человек, который работает. А где 5, это только сделано ради этого. Другого подхода здесь нет. И сейчас, если кто-то будет возражать, идем прямо сейчас туда, в любую управляющую компанию, я докажу это. К управляющим компаниям у городских властей нареканий немало. Многие из них создавались стихийно, без реальной оценки своих возможностей. Чтобы изменить ситуацию в сфере коммунального хозяйства, необходимо выработать единые для всех стандарты. Мы все с вами четко должны понимать, к какому сроку мы эти стандарты выполним. Но отталкиваться нужно от нормативов, необходимых для уборки города в кратчайшие сроки. Обязательно должен быть блок, связанный с обучением сотрудников управляющих компаний. По поводу подготовки списков дворников, аварийных бригад, резервных бригад. Мы говорили о том, что эта работа должна быть завершена в сентябре. Отметили на совещании и успехи лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Отметили благодарственными письмами и нагрудными знаками главы администрации города. За хорошую работу в осенне-зимний период. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Борьба с точечной застройкой не останавливается. Многие годы люди судятся с бизнесменами, чтобы отстоять квадратные метры площади. Где-то строение портит внешний вид, где-то давит на обветшалые коммуникации. На части объектов и вовсе нет разрешения. Ситуацию обсудили в Самарской городской думе. Участок, огражденный забором на Красноармейской 116, частная собственность застройщика. В середине двухтысячных на территории начали возводить многоэтажку. Несмотря на то, что здесь разрешено жилое помещение не выше четырех этажей. Жители окрестных домов начали борьбу. Выяснили разрешение на строительство, у бизнесменов нет. Сейчас в тонкостях дела разбирается суд. Этот объект лишен вообще любой придомовой территории. И он садится на наши, на старые, на изношенные коммунальные сети. И я выражаю мнение не только группы товарищей, а всего нашего дома. Сегодня в Самаре больше 13 адресов, где застройщики уже строят или планируют возвести объекты. Это и жилые дома, и кафе, и строение неизвестной направленности. Каким-то есть вопросы, какие-то являются абсолютно законными. Добросовестным бизнесменам палки в колеса вставлять не будут. Новые многоэтажные здания строятся в густо заселенных кварталах. В непосредственной близности уже к жилым домам. И ситуация усугубляется тем, что уже застроенные многоквартирными домами территории, существующей коммунальной, бытовой инфраструктурой, не в силах обслуживать еще несколько сотен новых жильцов. Депутаты решили, что каждый из них отработает вопросы по округам с профильным департаментом строительства и архитектуры. Наиболее проблемные точки вынесут на отдельные совместные совещания. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. 149-я Самарская школа получила имя Героя России Александра Баранова. Военачальник, генерал армии, он руководил боевыми действиями против вооруженных бандформирований в Дагестане и Чечне. На торжественной церемонии открытия памятной доски в честь героя побывала наша съемочная группа. Под звуки военных песен на торжественную линейку собрались ученики 149-й школы. Для ребят это волнительный день. Имя Героя России Александра Баранова здесь знает каждый. Александр Иванович, надо отметить, из простой семьи, рабочей. И то, что он достиг таких успехов сам, это большого стоит. Теперь 149-я Самарская школа носит имя Героя России. Александр Иванович Баранов служил в Дагестане и Чечне. Под его руководством осуществлялся вывод российских военных баз с территории Грузии. Я считаю своим долгом быть активным помощником страны вам, вашим преподавателям, ребятам, которые будут учиться. И вместе будем делать общее дело по воспитанию молодежи. На торжественное открытие памятной доски на фасаде здания школы прибыли почетные гости. Для вас это на самом деле историческое событие. Я уверен, что вы это достойно цените. Будете более, я думаю, усердно учиться для того, чтобы добиваться успеха. После торжественного открытия доски имени Героя Баранова, гости прошли в Школьный музей боевой славы. Здесь собраны муляжи наград, генеральские погоны, китель, поздравительные письма в адрес Александра Баранова. После экскурсии в школе прошли классные часы. У детей была возможность пообщаться с губернатором области и главой администрации Самары. Те ребята, которые приходят на смену вам, кто учится в младших классах, мы очень хотим, чтобы они росли патриотами. Патриотами, которые бы любили свой родной город. Если вы хотите продолжить образование, работу в другом регионе, в другой стране, чтобы память о самарских корнях всегда у вас сохранялась. Как добиться успеха в работе и какую профессию выбрать? Глава администрации Самары Олег Фурсов ответил на все вопросы учеников. В завершении встречи ребята пообещали усердно учиться и показать отличные результаты на экзаменах. Теперь имя школы обязывает. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Во Владивостоке завершился 13-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Традиция студвесен зародилась именно в Самаре более 20 лет назад. Сейчас это главное событие для творческих студентов всей страны. Минувшей ночью делегация Самарской области вернулась домой с кубками и дипломами. В аэропорту победителей встречала наша съемочная группа. Снова встретились мы, чтоб зажечь огни, новый студвесный Владивосток, ток, 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 Владивосток! Даже после девятичасового перелета с другого конца страны они полны энергии. Самарские студенты вернулись домой и с гордостью показывают награды. Поехать на студвесну – это мечта ежегодно. Каждый раз загадываешь, думаешь, поеду ли в этом году, пройдут ли наши номера в этом году на уже Всероссийский этап. Самарские студенты ежегодно становятся участниками Всероссийской студвесны. И в этот раз артисты привезли награды сразу в нескольких номинациях. Оригинальный жанр, танцевальное, музыкальное и театральное направление. Жесточайшая конкуренция – более полутора тысяч участников соревновались четыре дня. Кроме как репетировать и выступать, у нас особо не было времени посмотреть все, что там есть, все красоты города, какие-то интересные места. И поэтому во Владивосток хочется вернуться еще раз. Владивосток передал эстафету фестиваля. Финал российской студенческой весны 2016 пройдет в Республике Татарстан. Мария Сидрова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. С дачного участка прямиком в храм музыки. Почетный гражданин Самары Виталий Симонов преподнес Самарской филармонии в дар голову муза Ирата. Именно она послужила образцом, по которому отлили скульптуру, украшающую теперь фронтон здания. Марияна Мирнина подробнее. 30 лет голова муза Ирата стояла на даче Виталия Симонова. Он подобрал гипсовый слепок, когда по нему уже отлили статую, стоящую по сей день на здании Самарской филармонии. Реликвию хотели выбросить, но Виталий Алексеевич не позволил. Спустя столько лет он решил подарить ее филармоническому музею. Когда сделали форму, она стала ненужной. Ее просто вытащила ворус Аликна на гору с мусором и должны были ее увезти на утилизацию. В 1907-м на месте современной филармонии располагался театр цирк «Олимп». Здание обветшало настолько, что единственно возможным стал его демонтаж и строительство нового храма искусства. На тот момент Куйбышевской государственной филармонии. В 88-м году после длительной перестройки она открыла двери для поклонников классической музыки. Это старое здание было памятником истории. Тут пламенный большевик Куйбышев провозгласил советскую власть. Ну вы представляете, что такое в советские времена снести здание, где была провозглашена советская власть? Муза Эрата и бог Аполлон венчают фронтон филармонии больше 30 лет и, безусловно, являются одной из визитных карточек Самары. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Телеканал «Самара ГИС» вышел в финал международного конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Победили вместе». На фестиваль было прислано более 200 фильмов и телепрограмм из России, стран СНГ и Европы. В финал вышли 50 телевизионных программ и 39 документальных фильмов. Телевизионный очерк редактора «Самары ГИС» Татьяны Дмитриевой «Проникновенная Шахова» об активисте ветеранского движения Галине Шаховой, которая всю свою жизнь беззаветно, по-настоящему посвятила военно-патриотическому воспитанию самарских школьников. «Что такое война?» – спрашивала она маму, когда была маленькой. «Война – это когда льется кровь, когда человек погибает». Тогда она дала себе слово сделать все, чтобы память о войне никогда не погибла, чтобы она жила в сердцах людей. И слово это держит всю свою жизнь. Галина Шахова – активист ветеранского движения. Знакомит детей и ветеранов друг с другом. Уверена, что любовь к родине подрастающему поколению могут привить люди, пережившие войну. Люди и события, проникающие в душу ребенка, оставляют след. Как говорить с детьми о войне, очерк про некновенные Шахова телеканала «Самара Гиз» стал финалистом международного фестиваля «Победили вместе». Я бы скорее назвала не «Победили вместе», а «Наследие победы». Потому что очень много фильмов о современности. И для нас это было нечто новое, как я как член жюри. Но надо сказать, что прошло очень интересно, потому что очень много интересных работ. Война и мир в нашей жизни, философия этого, это, конечно, Лев Толстой, это наша традиция, мне так кажется. В эту сторону идет фестиваль. Очень важно сегодня документальное кино. Это мы прекрасно понимаем в том информационном натиске, который происходит во всем мире. Сегодня слово документалиста, оно становится все более весомым, все более актуальным, все более горячим. У меня на этом все. Обратите внимание, телеканал «Самара Гиз» теперь на новой частоте. Настройтесь на 263 и 25 МГц в кабельной сети дом.ру.тв. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале «Самара Гиз». В первом квартале 2015 года российские банки выдали вдвое меньше кредитных карт, чем годом ранее. Всего выдано 574 тысячи новых кредиток на общую сумму 27 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 58% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. В 2014 году количество выдаваемых кредиток превысило миллион в квартал. В итоге общий портфель задолженности по кредитным картам сократился на 8,8% до 1 триллиона 300 миллиардов рублей. О чем это говорит? О том, что граждане разочаровались в кредитных картах и не доверяют банкам. И это понятно, ведь по кредиткам и до кризиса ставки были под 30% годовых и более. Министерство финансов подготовило законопроект, запрещающий банкам незадолго до отзыва у них лицензии уничтожать свои электронные базы данных. Обычно это делают, чтобы скрыть незаконную деятельность. Проект расширяет перечень случаев, когда центральный банк может затребовать резервной копии этих баз данных. Сейчас регулятор может это сделать только при наличии оснований для отзыва лицензии. И такие требования расцениваются недобросовестными банкирами как сигнал для уничтожения информации. Российский фондовый рынок открылся незначительным ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1638 пунктов. Среди лидеров роста аптечная сеть 36,6, Фармстандарт, Мечел и Полиметалл. Аутсайдеры НМТП, ОГК-2, Акрон, Сургутнефтегаз и АФК-система. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным снижением. Публикация итогов заседания ФРС США не принесла значимых новостей. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Нефтяные котировки корректируются после просадки предыдущих дней. Курс доллара на 21 мая 49,79 рубля. Курс евро 55,24 рубля. Золото стоит 1931 рубля за грамм. Серебро стоит 27,33 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 65,34 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. У волейбольной новый, новый тренер. Самарские скороходы, чемпионы Европы. Тольяттинский Балид вошел в десятку лучших машин на гоночной трассе в Германии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Германии финишировал четвертый этап чемпионата мира по автогонкам. Тольяттинская команда удачно промчалась по самой сложной трассе в мире. Чемпион мира 2012 года Роб Хафф приехал седьмым, девятым голландский пилот Айя Паван Лаген. Во второй гонке Хафф показал лучшее время круга. В результате Лада заработала первые очки в чемпионате мира. Очередная гонка прокатится в Москве в первый уикенд лета. На итальянском чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов успешно финишировали самарские скороходы. Трое вернулись домой с медалями. В командной гонке 60-летние спортсменки Вера Авилова из Самары вместе с Людмилой Нитяговской и москвичкой Верой Трушкиной завоевали золото. В полтиннике Тольяттинки Ольга Агишева и Нина Балтакаева радовались бронзовым медалям, уступив сборной Италии и Германии. Всего в активе российской команды два первых, шесть вторых и столько же третьих мест. Константин Брянский утвержден главным тренером Новокуйбышевской волейбольной «Новы». Контракт со специалистом уже подписан. До этого Брянский выполнял обязанности главного тренера, а еще ранее был старшим тренером «Новы», который руководил Александр Климкин. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова